Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсуждаем тему, почему вы не достигаете цели, и это очень интересно. Сегодня мы разберемся, что происходит в вашей голове, в вашей биохимии, что мешает, может быть, достигать вам поставленных результатов. На эту тему этого выпуска такой вот не готовился я, то есть не запланированный выпуск, просто по той причине, что, соответственно, мне задал вопрос зритель, и сейчас это будет как видеоответ, просто у меня не хватит времени, чтобы полноценно ответить в рилсе, как обычно коротко я делаю, поэтому это будет целый такой маленький выпуск. Сейчас прекрасная Анна зачитает вам, соответственно, комментарий, и мы продолжим. Почему из-за долгого и муторного движения к цели меняется отношение к ней и пропадает то желание и вдохновение, что были вначале? Отлично. Вот тут самое главное, действительно, подумать о желании и вдохновении, да. Что такое желание и вдохновение? Давайте вспомним, как это происходит, когда я что-то хочу делать. Ну, во-первых, я должен осознать, что я хочу делать, да, то есть это всегда конкретное осознание, предположение. Допустим, я хочу там условно рисовать картину, я хочу условно рисовать картину, опять же, рисуем мы ее не в лесу, да, мы ее рисуем, соответственно, может быть, мы предвкушаем, что эту картину кто-то увидит, оценит, может мы предвкушаем, что мы, опять же, мы же не хаосно ее рисуем, может быть, мы добиваемся научиться какой-то техникой конкретной рисовать, я не знаю, там мелками, чем-то еще, и мы всегда предвкушаем конечный результат, я вот о чем, то есть мы осознаем конкретное действие, я не знаю, там любое банальное, там заработать много денег, мы осознаем, что когда мы много денег заработаем, мы же их не просто вот сложим и будем на них спать, то есть мы их сможем как-то тратить интересно, что улучшит наш уровень жизни, и мы это предвкушаем. А теперь задумайтесь, что-то же запускает эту эмоцию, предвкушение, а это очень важно, если я не чувствую предвкушение, если я, да, не буду, допустим, испытывать сильного желания, да, женщине представлять, как я с ней там могу переспать, допустим, так я и ухаживать за ней не буду, так и как бы и семья мне тогда нахрена, да, то есть и так далее и тому подобное, нет эффекта предвкушения, если я не представляю, что помимо секса женщине могут быть какие-то теплые отношения, да, если я не представляю, что она может быть, да, то есть в широком спектре спутником всем моей жизни, да, и дарить мне какие-то позитивные эмоции, так нахрена мне семья, да, также если вы не предвкушаете, к примеру, я не предвкушаю там денег, нахрена мне деньги и прочее, то есть не будет никакой мотивации, мы знаем такие примеры, отсутствие мотивации, отсутствие предвкушения, отсутствие равно результата, откуда рождается мотивация, откуда рождается предвкушение, оно рождается из дофамина, дофамин это главный источник нашего достигаторства, на сегодняшний день у меня был отдельный выпуск, что есть БАДы для выработки дофамина, есть препараты, у кого там нарушение выработки дофамина, и если вы хотите, соответственно, становиться успешней, вообще, опять же, нужно говорить и в широком смысле о вашем гомеостазе, конечно, если у вас там кортизол высокий, еще какие-то проблемы со здоровьем, с гормонами, безусловно, это все будет затрагивать по принципу, да, таких взаимообратных связей, по принципу цепи, все в нашем организме связано, да, это одна большая сложная машина, наш организм, организм человека, поэтому, безусловно, если у вас с этим проблемы, с чем-то одним, то, возможно, что-то вот это одно, там, инсулинорезистентность, там, проблемы с надпочечниками, не знаю, может быть, у кого-то, вот я часто встречаю, там, тоже проблемы с аденомогипофиза, допустим, все эти вещи, да, там, может быть, слишком чрезмерно завышенный ЛГФСГ, все эти вещи, они могут затронуть и дофамин, вот, поэтому это нужно знать о себе, какие у вас есть проблемы. Проблема нарушения гомеостаза, это и есть в каком-то смысле проблема нарушения дофамина и, соответственно, мотивации, мотивации, да, нарушения, поэтому задумайтесь, если вы ищете вот эти вот мотивирующие видосики, если вам сложно себя заставить что-то делать, так, может быть, проблема кроется даже не в вашей психике, потому что такое психика? Психика – это ответная реакция на наши биохимические процессы, и зачастую психика – это уже определенный выход, да, уже определенные сформировавшиеся стереотипы, но что-то их сформировало в корне, да. Если вы всегда испытывали проблему с мотивацией или стали ее испытывать в результате какого-то стресса, то само по себе без лечения это не пройдет. Поэтому очень важно просто в своей жизни, на мой взгляд, осознать, что вам нужна помощь. И помощь совершенно разных специалистов, психологов, психиатров, кому-то нарколог нужен, в этом нет ничего постыдного. Но когда вы преодолеваете ваши проблемы со здоровьем психологическим или физическим, вы получаете этот заряд, вы получаете новый уровень жизни, вы получаете мотивацию, потому что здоровый человек, он замотивирован всегда. Не замотивирован человек, только у которого есть какие-то проблемы. Какой-то стресс, на который он отвлекается. Какой-то фактор, да, который заставляет его думать, как вот я о гиперсексуальности, да, снимал видео и рассказывал вам там, когда тоже аденомы, гипофизы идут, у человека очень его лебеда, да, его сексуальное желание, оно застилает, оно как бы заменяет все остальные потребности. И вот он уже в какой-то момент не может или она там себя контролировать. И он живет только половой жизнью и больше вообще ничего не делает, в принципе. Точно так же, как и там алкоголь в каком-то смысле. Поэтому очень важно приобрести некий баланс. Кстати, само слово гомеостаз – это, ну, речь о неком балансе, да, если переводить его пытаться. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда присутствовал баланс, счастья, здоровья и подписочка на мой канал, естественно. С вами был доктор Кравцев. Увидимся в следующих выпусках.